8 сентября в Симферополе в Крымском Академическом Украинском Музыкальном Театре состоялся фееричный концерт, грандиозное по своему музыкальному разнообразию мега-представление группы Дидюля. В этот вечер звучали лучшие композиции из нового акустического альбома. Каждая из них в сопровождении музыкантов-виртуозов проживала на сцене самостоятельную жизнь, увлекала публику в бесконечное путешествие по миру, на Дальний Восток, в Испанию, а потом возвращала в родные бенаты. В зале был аншлаг. Публика не только наслаждалась проникновенным звучанием редких коррекционных музыкальных инструментов, но и вступала в бессловесный диалог с артистами. Дальний Восток На сегодняшний день Дидюля является одной из самых гастролирующих и востребованных инструментальных групп России, ежегодного коллектива до 120 концертов в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Лидер группы Валерий Дидюля является автором более 120 инструментальных композиций, исполняя которые демонстрирует чудеса актерского мастерства и взаимопонимания со слушателем. В целом сам музыкант уверен, музыка помогает выжить в сложных ситуациях, ее сила способна исцелить человечество, решить проблемы современной цивилизации. Особое свойство музыки меня волновали всегда и сегодня в том числе. Музыка вообще помогает человечеству и поможет и в этот раз в сложный совершенно момент, переломный, исторический. Вообще мир в сложной ситуации находится, современная цивилизация имеет большие проблемы, и именно музыка поможет найти выход во всем этом. Музыка это великая большая загадка, тайная мистика, но она обладает совершенно потрясающей ролью и задачей спасти человечество. Как это вот не может быть и не пафосно звучит, но это на самом деле и так, я в это верю, и поэтому мы здесь. Мы вообще очень любим выступать в разных уголках земного шара. Те интонации, мелодии, музыкальные откровения, которые найдены и которые опустились когда-то много лет назад на меня, на моих музыкантов, на мою команду, и вот с этими откровениями мы ездим. Совершенно четко меня волнует как человека, как гражданина, как музыканта и композитора, то, что музыка – это великий дар, великая блажь, которая послана на человечество, и если есть возможность ее сочинять, играть, записывать, выступать, значит, это наш путь, и с этим, как бы, с таким заданием, с этим паттерном мы, собственно, ежедневно выступаем. Более того, музыка, она помогает людям на физическом поле, на медицинском поле, она исцеляет, она помогает выжить в совершенно сложных ситуациях, и психических, и физических, я в это верю. И это еще одна из целей, и еще одна из, как бы, таких связующих вещей, которые позволяют мне вновь и вновь приезжать. То есть это данность в том, что музыка позволяет людям выживать. Не скрывает гитарист своего теплого отношения к Крыму, который нитью проходит через все его творчество. Остался доволен Валерии тем, как встречала его местная публика. Между прочим, на концерте присутствовала абсолютно разная по возрасту аудитория, от детей в колясках до людей пожилого возраста. Мы любим крымчан, мы любим Севастополь, Симферополь, мы любим Ялту, мы любим все замечательные города, побережья. И, конечно, с радостью приезжаем в этот солнечный край. И вообще крымская история, крымская тема, тематика, музыкальная, историческая и православная, она здесь имеет очень большие корни и не случайно здесь. Поэтому я Крым воспринимаю как место силы, и здесь еще и подзарядку получаю. Ну и, соответственно, отдаю массу эмоций, энергии музыкальных и других энергий, отдаю зрителям. Кто знает, кто это чувствует, кто это прочувствовал уже давно на наших концертах, он вновь и вновь приходит к нам, и это здорово, замечательно. Всегда с радостью выступаем, играем, потому что знаем, что нас здесь любят и ждут. Конечно же, в ответ дарим безумную такую же солнечную энергию. Музыка солнца, так иногда называется наше представление, как вы правильно сказали, слово не поворачивается, назвать его концертом, потому что здесь очень много всего. Тут и театр, тут и общение, тут и драматургия, тут и какое-то совершенно волшебное, на самом деле, общение между музыкантами, между зрителями. И здорово, что музыка, как чудо, она может звучать и может звучать без единого слова. И сегодня она озвучала, и было нам вообще очень хорошо. Мы хоть устала и выжатая, как лимона, но мы совершенно счастливы и радостны, что получился взаимообмен энергии. Мы очень получили позитивную историю сами от зрителей. Конечно же, много очень отдали. Все люди, которые были сегодня здесь на концерте, они уже другие. Они по-другому будут смотреть на жизнь, на мир. Они точно поменялись, мы это точно знаем, и это замечательно. Вместе с Валерием Дидюлей в музыкальном представлении принимали участие перкуссионисты Рустам Барри и Александр Леер, клавишник Хайбула Магометов, бас-гитарист Дмитрий Ершов и духовая группа Валерий Складанный и Рамиль Муликов. По завершении концерта каждому из них слушатели аплодировали стоя. Аплодисменты Дидюля!